Вечер памяти Лемара Корзилова прошел сегодня в партии обновления. Разведчик, диверсант, герой Великой Отечественной, а еще фотограф, снимки которого почти 40 лет украшали наши газеты. Дочь, коллеги и знакомые Лемара Павловича поделились воспоминаниями о нем. На первое задание, которое мы, кстати, не выполнили, пошли вместе. Но не удалось. Мы перешли линию фронта, а в этот момент, в октябре 41-го года, наши пошли в разведку боем. И обогнали нас. И мы уже «Урал» слышали впереди. Нам пришлось возвратиться. 2003 год Лемар Корзилов дает интервью ТСВ. Над разговорами о романтике службы в разведке он всегда смеялся. Говорил просто «или враг тебя, или ты врага». «Ходя по этой земле, среди немцев, ты каждый миг на волоске смерти. Дело в том, что ты не просто ходишь, ты разведчик, ты смотришь. А они же тоже не глупые. У них очень сильная контрразведка была». В начале июня 43-го лично минировал железнодорожное полотно на станции Слуцк-Осиповичи. Взорван паровоз и разбито 8 вагонов со стройматериалами. Кроме того, в 43-м году лично участвовал в подрыве еще двух эшелонов противника. Это выписка из наградного листа Лемара Корзилова. Один из немногих документов, которые есть в общем доступе. Остальные уничтожены или засекречены. Семья долго ничего не знала о его боевом пути. Дочь Наталья узнала об этом только на школьной линейке, когда отец выступил с напутствием к выпускникам. Лемар Павлович с юности с фотоаппаратом. Он вырос в Москве, после войны служил в ГДР. В 60-е приехал в Тирасполь, стал фотографом-репортером газеты «Днестровская правда». Он фиксировал жизнь наших городов и сел, снимал официальные делегации, но больше любил фотографировать простых людей. Он пока шел домой, он пешком шел. Когда заходил во двор, то есть на балку приезжал и поднимался от кинотеатра юности, он поднимался по одесской. Все знали, что Лемар Павлович идет домой. И ребята, когда шли с детьми с садика, он фотографировал. Он очень много фотографий просто раздавал. У многих на руках фотографии именно отца. И он так умел вот и передать это на фотографии и улыбку, и радость, и грусть. Был очень большим романтиком и очень интеллигентным человеком. Он всегда подходил, если кто-то грустил, находил нужные слова, чтобы поддержать. Вокруг жизни разведчика были разные мистификации. Одна из них касается года рождения. По документам, он родился в июле 23-го, то есть 100 лет назад. На деле же он на год младше. А еще в молодости многие его знали под именем Михаил. О жизни Лемара Корзилова можно написать целую книгу, говорили сегодня на встрече. Она рано или поздно появится и будет обязательно с его фотографиями, на которых главное не здания и памятники, а люди. Максим Кириазов и Михаил Белый, ТСВ.